В священном писании сказано, просящему у тебя дай. Согласитесь, мы очень часто встречаем на улице таких просящих, поэтому нам стало интересно, оказывают ли милостыню дончане и правильно ли это, по их мнению. Нет. Вы знаете, дело в том, что неоднократно я сталкивалась с такими моментами, когда милостыню, даже тот же самый кусочек хлеба, даже та же самая баночка чего-то, варенья, это просто выкидывалось. И с того момента у меня как-то немножечко неприятные ощущения, неприятная ассоциация с этим. И в принципе, я понимаю, что у каждого старика есть пенсия, каждый человек может заработать хоть как-то, но может заработать копейку. Особенно, говорю, молодым, говорю, подавать милостью, ну, как-то я считаю, даже для них это должно быть зазорным. Думаю, да, некоторым людям, особенно в это время, нужно давать милостью, денег-то нет ни у кого. Ну, я не знаю, нужно, не нужно. Ну, если действительно люди есть больные, есть немощные, есть, ну, почему бы не дать? В трамвай вот я всегда, допустим, даю, когда заходят, там видно же, что человек больной, инвалид там или с маленькими детьми. Вы даете, помогаете? Да, я помогаю. Не смотря кому, в общем-то. Ну, если я вижу, что человек нуждается очень, то даю. А если я вижу, что просто попрошайничает, бездельничает, то не даю. А вообще, людей мне жаль, что они, так сказать, обездолены, что как-то нет социальной защиты. Конечно, в этом плане, если бы помогало государство ДНР, то было бы это нормально. Вот, потому что нужно понимать, почему человек стал таким. Если он стал таким, наверное, были какие-то причины. Сегодня даже смотрю, люди в камуфляжной форме, может, они, как говорится, там, прокрываются этим моментом, но все равно как-то их, что-то жизнь заставила выйти на улицу попрошайничать. А вообще-то не поощряю. Потому что я скажу, люди, которые хотят хотя бы как-то на хлеб заработать, они куда-то идут и чем-то помогают республике. Вот, а так просто попрошайничать. Поэтому по-разному. Наверное, нужно избирательно. А вы помогаете? Помогаю. Тогда, когда вижу, что действительно нужно. Милостыни на улице? Я думаю, нет. То есть вы не даете? Нет. А почему? Не верю. Людям этим не верят? Не верю. Не верю. Просто не верю. Обязательно. То есть вы помогаете? Да. Вы верите этим людям? Ну а как? А как по-другому? Для того, что даются и богатые, и бедные, чтобы богатые могли делиться с теми милостыними. Только в таком случае мы к чему-то хорошему придем. Ну, в основном, как бы, возле церкви. Я, как бы, вот, считаю, что это правильно, и людям надо помогать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова